всем привет вы на канале крипто комманс привет вам со сказочного бали друзья за моей спиной рисовые поля пальмы и балийский закат день пролетел быстро уже закат нифига ся долгий перелет акклиматизация смена часовых поясов и в общем вы наверно скажете гринни ты уже как птушкин вообще стал постоянно куда-то путешествуешь travel влог уже начинаешь вести да но нет ребята я бы был как птушкин или как дуть если бы сейчас сказал вам что мои кореша из авиасейлс приготовили вам сюрприз но это не так я крипто чувак я крипто максималист и я вам хочу сказать про сервис травала травала ком это просто бомба и это кстати не реклама это просто я вам рассказываю что мы купили сюда билеты оплатили их криптой это просто нечто ребята причем я хотел оплатить карточкой по старой памяти но меня зависли деньги внутри банка прикиньте на несуществующий счет короче там на сутки как банки многие любят на двое суток практически деньги подвисли пока их не пошевелили они не протолкнулись а мне нужно было срочно оплачивать билеты и прикиньте я вспоминаю про то что был такой сайт трава лаком уже года три и можно оплачивать билеты отели брони booking все можно оплачивать криптой причем любой крипто есть дети там лайткоин дэш там все есть что надо ну дальше сейчас конечно только дурак будет оплачивать но тем не менее короче мы взяли билеты за тезер за из детей прикиньте и и вот мы на бали прилетели это просто крыша снос ребята какой то что вот она будущее здесь и сейчас мы с вами говорим про масса adoption крипты а мы уже можем криптой расплачиваться за многие вещи он например в дубае может недвижку за крипту купить машину и так далее так что друзья ссылка на трава лаком будет в описании регистрируйтесь по ней тут есть партнерская программа по которой мы с вами оба получим по 25 долларов если вы зарегистрируйтесь по моей ссылке и оплатите первую свою покупку в размере 200 долларов или выше то вы получите 25 долларов на счет так что имейте это в виду вот и мы собственно начинаем наш обзор битка но пока я не забыл раз уж я сказал про трава ла давайте посмотрим на их токен это на самом деле крутая компания и у них токен торгуется достаточно давно на всех крупных биржах смотрите-ка его историю я хочу сказать что у него очень интересная динамика была в этом цикле смотрите он торгуется на бинансе на кукой не на байбите на гейте на полоник все на всех крупных биржах короче стоимость его сейчас составляет 73 цента циркулирующее предложение 51 миллион токен максимально 61 миллион то есть на самом деле интересно еще раз вам говорю динамика смотрите токен лежал более двух лет в накоплении тут тоже были чтобы понимали пампа и дампы настоящие ну как бы если перевести в алгоритмическую шкалу вот тут были целые медвежьи рынке и бычьи какие-то импульсы но дальше он улетел и выдал хорошие иксы давайте его посмотрим на трейдинг view мне кажется что он тебе интересно очень себя повел в этом цикле в отличие от многих старых альтов я помню этот хайп с травалы еще задолго до 2021 когда вот его залистили на бинас вот он биткоин торговался раньше посмотрите доллара позже дали биткойна торговался еще с 18 года и был такой пребычий рынок разворотная долгая w потом мы пробили линию сопротивления и помпанули на 650 процентов к биткоину от линии сопротивления друзья а с абсолютного дна понятно что никто не угадает абсолютное дно мы взлетели на 5000 процентов и сейчас с этой вот пиковой точки спекулятивный он упал уже на 94 процента плюс-минус к биткоину поэтому я думаю что как вариант именно в долгую инвестировать в травалу мне кажется интересная тема у меня лично нет этих токенов но я думаю что я их куплю и там в них кэшбэк кстати как в bnb на бинансе если вы покупаете билеты или бронируете отели за травалу то вам дают сразу там скидку какую-то несколько процентов по моему вот поэтому но опять же высоковолатильных рисковых рисковых активах кэшбэк иногда это играет злую шутку с тобой как например в bnb кто платил кэшбэком все когда он стоил 10 20 долларов да ну в смысле кто платил комиссию на бинансе а потом улетел почти на тысячу и прикиньте сколько вы сколько bnb у вас сгорело просто на оплату комиссии поэтому может быть его просто лучше накапливать тем не менее по тех анализу к битку смотрите он на недельном таймфрейме не пробил здесь сетку и мой риббон отвергся от него как от сопротивления и пошел дальше вниз то есть по хорошему для быков надо ждать вот такой разворотной формации хотя бы зеленые точки на сайфере лучше желтый и потом я думаю что да уже в подтверждение тренда можно вставать и ехать куда-то туда на травале ну и естественно нужно будет пробить вот это нисходящее сопротивление в районе 30 тысяч сатоши примерно смотря где мы его будем пробивать в общем да травала интересен к доллару тоже он называется а ва токен а в доллару тоже он интересен как я вам сказал на всех крупных биржах он есть поэтому смотрите вот он в принципе уже упал ниже чем был в двадцать первом двадцатом году на корону дампе вернулся к этим значениям я думаю что нормальная тема капитализация 37 миллионов долларов всего 477 место на coin market кэпе короче возможно это та голубая фишка которая пульнет как извините меня по крайней мере у проекта рабочий use case как вы можете видеть сами вот так что имейте ввиду тема я думаю офигенная давайте перейдем к би точку сначала я хочу извиниться я хочу извиниться я вчера допустил ошибку кто смотрел мой вчерашний позавчерашний уже выпуск мне тут часы поехали я там сказал что advanced кэш на кукоине принимает рубли российские я перепутал ребята прошу прощения я оговорился дело в том что я прочитал на брифе у кукоин что есть такая тема и можно рассказать про advanced кэш но там не было этого сказано или я не так понял короче это мой косяк оказывается да для россии временно неизвестно насколько заблокировано пополнение с карт вроде как только выводить на них можно но тоже не точно но для страны снг для украины я знаю нас смотрят много оттуда из казахстана и белоруссии так далее так далее так далее все должно работать из других стран так что извините оговорился с кем не бывает ну так и так что же у нас происходит с беточком давайте посмотрим в принципе на недельном таймфрейме ничего не поменялось пока я летел мы все еще в даун тренде мы все еще переписываем вот этот вот лоу и сентимент сейчас настолько медвежий насколько он и должен быть на экстремальном страхе который у нас уже месяц с вами вот тем временем candle wave на четырехчасовике отсигналил очередной сигнал на покупку как вы можете видеть бай и это пока еще не такой сильный сигнал конечно как сигнал на дневке которого пока еще нет я жду он появится когда мы пробьем вот это вот по свечному анализу он появится когда мы пробьем тридцать одну тысячу с копейками появится надпись бай эти надписи конечно же появляются не на самом верху свечи на сел и на самом низу на бай это надо понимать они появляются уже на закрытии этой свечи то есть цел вот здесь где-то появился о прикольно посмотрите кто сзади меня тут своя движуха по кайфу в общем в общем он появится чуть позже это надо понимать но тем не менее в долгу если вы посмотрите торгуя по ним в движении по тренду вы можете забрать отличные расстояния вот бай закрылась вот здесь движение 41 800 на сел закрылась здесь на 44 с чем-то сел открылась движение 44 на считай вот на на 20 чем-то вы могли уже забрать но когда байт сигналит будет уже 32 где-то ну и так далее в общем ссылка на candle wave тоже в описании по ней 15 процентная скидка для наших подписчиков обязательно регистрируйтесь по ней это доступно только в платном пакете вот этот бот и дата сетка ордеров это со всех бирж она подсасывает есть еще удобный telegram alert вы можете в телеграме назначить себе уведомление о входе в сделку там когда начинает моргать целый либо он пишет приготовиться и когда уже подтверждается сигнал свечка закрывается он пишет покупка подтверждена допустим телеграме вот это выглядит вот так вот очень очень удобно по платной подписке ребята вот он написал собственно что покупка подтверждена вчера в полночь не знаю по какому это времени классный короче сервис ищите в ссылке внизу в описании в разделе аналитика и графики вот тем не менее еще раз вам говорю что мы рисуем сейчас паттерн расширяющийся боковик то есть мы пробили лоу технический рынок медвежий скажете вы да понижающиеся минимумы и максимумы вот вот этого пика формально но смею вас подбодрить валяшка smp 500 и bitcoin на графике сравните просто найдите два отличия собственно они конечно есть во первых здесь у нас гигантский таймфрейм использован здесь вот мы видим smp хас 1927 года идет здесь как бы месяц за неделю грубо говоря а здесь битокс четырнадцатого года и конечно же движение не абсолютно идеальной формы да то есть здесь 8 пихи прям четко прослеживающиеся два дампа ровных и а здесь чуть более затяжной но в чем фишка это называется расширяющийся быковик с перелоем посмотрите это и есть тот самый верблюжий рынок о котором мы говорили посмотрите хай лоу повышающийся хай понижающийся лоу все говорят ну все медвежий рынок начинают шортить выпрыгивать и начинается туза мун ну и здесь тоже посмотрите хай лоу повышающийся хай понижающийся лоу все вышли с рынка рынок медвежий бум туза мун как вариант естественно дисклеймер но тем не менее факты стоятся фактом мы имеем дело с расширяющимся боковиком может быть такое что гринни неправ и рынок медвежий может и этому конечно сейчас подтверждение это сетка и мэри бен который развернулась вниз и там то что мы опустились ниже ключевых мувингов но зато замут что нам еще говорит лонги на финики помните я вам говорил лонги на финики сейчас экстремально туза мунит лонги на финики это вам не фьючерсные лонги хомяков это умные лонги чуваков на споте на марджин споте то есть где они занимают реальный тезер чтобы купить реальный биток в стакане этот стакан реально пампит цену если это делать по маркету но эти умные ребята они делают по лимиткам то есть они покупают внизу посмотрите как они покупали вот здесь это был all-time high лонгов прошлый что мы после этого сделали улетели то есть они набрали лонгов самом низу все падение они набирали видите потом был рост и они все это время разгружали сейчас снова идет падение и они набирают и обратите внимание как много они набрали вот в этой зоне вот в этой зоне падения как много лонгов набрали это новый all-time high поэтому в любом случае сейчас какой-то момент начнется рост а лонги начнут сбрасывать и если вы хотите подтверждающий индикатор следите за лонгами на бит фениксе когда они их будут сбрасывать это будет повод тоже с ними разгружаться тоже картина конечно невероятная какая-то просто посмотрите обратная корреляция стопроцентная вот ну и потом чё тут еще индекс доллара в принципе тоже уже на разворот смотрят посмотрите-ка он собственно уже похоже что нащупал вершину и может конечно такое бы что он идет еще перехай пойдет может но то что он как бы в среднесрочную и долгую пойдет на коррекцию это тоже уже очевидно потому что индекс доллар это не та вещь которая будет тупо ту замку нити литуба дампится она ходит вот такими вот волнами волна наверх это был медвежий рынок крипты волна вниз быть черенок крипты сейчас волна наверх это был такой но это был тоже медвежье движение крипты и сейчас будет по-любому волна вниз на волне индексы доллара вниз традиционно биткоин идет наверх поэтому это тоже нам говорит за то что ту за moon неизбежен вот а касаемо плавные разгрузки плавные догрузки ребят но вот я честно вам скажу я вчера сидел в аэропорту и И случайно набрал, я выходил, забирал прибыль со сделки, заново открылся по 28 с чем-то, прямо в самом низу, потом перезакрылся, и, короче, как-то так получилось, что я открылся по 29 после этого. И суть в том, что я случайно, вот на пробитии из этих головой и плеч, я случайно нажал два раза в телефоне и открыл на 200 тысяч контрактов вместо 100. И мне стало так стрёмно, у меня ликвидация была очень близко, что я... А всё, мы уже в самолёте, взлетаем, короче, я ничего не могу делать. И я поставил авторазгрузку очень близко, вот здесь, 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 и я поставил авторазгрузку на 3 четверти позы. И всё, вот у меня осталось 50 тысяч контрактов, собственно, и я теперь думаю, что делать. В целом, я думаю, что надо добираться, потому что, смотрите, у нас реально есть, ну, по всем параметрам у нас как минимум сильный технический отскок напрашивается, и мы в таком поджимающемся треугольнике. Могут свозить к его нижней границе? Конечно, могут ещё, но могут и не свозить. Но вот то, что он пробьётся наверх, и мы полетим куда-то на 35, а то и на 40, это практически уже к гадалке не ходи. Вот чё. Поэтому я думаю, что да, мы вернёмся как минимум вот сюда на 36, вот к этой зоне проторговки, и там встретим сопротивление. А может быть даже и пробьём её, чтобы, как говорится, хорошенько ликвиднуть шартистов. Поэтому мой план, в принципе, всё такой же. Я буду сейчас на отскоках скальпить, догружаться, разгружаться. Вы делайте, что хотите. Это я делаю на бирже Femex. Ссылка на которую тоже есть в описании. Классная тема, хорошая биржа. Здесь также можете золотом торговать на Femex. Кстати говоря. И скоро у нас выйдет новый обзор на эту биржу, буквально, я думаю, на следующей неделе. Так что да, смотрите, всё отскакивает, всё зелёное. Давно, как говорится, пора. Обновляем CoinMarketCap страницу. Вот, она подросла уже на... Капитализация общая подросла на 20 миллиардов. Ну, это нормально для крипты. Плюс-минус 20 миллиардов это на месте стоит. Вот. Естественно, нет там никаких этих миллиардов, ребята, как я много раз говорил. Но если кто-то новенький нас смотрит... Кстати, если вы новенький нас смотрите первый раз, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не забыть и не пропускать потом следующую движуху. Вот. И я скажу ещё раз. Капитализация – это дутая цифра. Нету там никакого триллиона долларов, чтобы вы понимали. Потому что, смотрите, даже капитализация всех стейблкоинов вместе взятых – USDT, USDC, там, я молчу про USD, там, BUSD и так далее – она меньше, чем капитализация биткоина. Получается, значит, какие нахрен 576 миллиардов долларов в биткоине, если всех стейблкоинов не хватит, чтобы их вывести? Ну, подумайте сами. Нету там никаких миллиардов. Что такое капитализация? Это просто количество монет, умноженное на последнюю цену сделки. Причём количество монет всех, которые есть в обращении, и которых уже нету даже в обращении, потому что они изъяты из обращения. Кто-то умер, кто-то забыл пароль от флешки, где тысяча биткоинов, там, понимаете? Реальных биткоинов-то на рынке несколько миллионов всего, и то из них большая часть залочена. Торгуются всего там 1-2 миллиона биткоинов, а всё остальное – это фьючерсные контракты и деривативы. Этого всего нет, это пузырь. Поэтому реальных ликвидных денег в капитализации столько, сколько нужно для покрытия ваших фиатных вводов и выводов. На локальном обменнике вот сколько есть в резерве валют, столько и есть там денег. Вот, например, как на одном из наших любимых обменников шахта есть информация о резервах их валют. Посмотрите, у них есть 100 биткоинов, 40 эфиров, 0 лайткоинов, 400 дэшей и вот столько вот рублей. Вот это всё, если вы сложите, все ваши локальные обменники, вот она капитализация крипты реальная. То, что вам дадут вывезти, а не вот эти миллиарды. Ссылка на обменник шахты тоже есть в описании, кстати, там очень гибкий и классный курс. И быстрый обмен. Так что, понимаете, если все сейчас начнут продавать биткоины или там другие альткоины по рынку, цена-то будет падать постоянно, соответственно и капитализация будет падать, значит там нет никаких этих миллиардов. Вы же не можете продать все 19 миллионов биткоинов по 30 тысяч долларов. Вы просто ушатаете его в ноль, даже если миллион биткоинов продадите. Поэтому капитализация, дай бог, там в 10 раз меньше, а то и в 100. Просто, чтобы вы понимали. Поэтому, когда говорят, что откуда биткоин будет расти на там 100 тысяч долларов хотя бы, хотя это вообще для него ничто, и на миллион долларов, откуда типа возьмут эти триллионы? Да ниоткуда, я вам ещё раз говорю. Если на рынок зайдёт реальный триллион, которых десятки на деривативах, на том же золоте, то капитализация на CoinMarketCap будет просто в сотни триллионов исчисляться, поверьте мне. Если на этот рынок запихнуть реальный триллион, то как бы цена сделает просто вот так, понимаете? То есть сейчас, чтобы запампить цену туда, достаточно всего там несколько миллиардов тезера, чтобы вы понимали, даже не долларов, а тезера, которые печатают даже не ФРС с камеры, а вообще какие-то эти панамские офшорщики, которые, собственно, и являются битфинок с лонгами. Ребята, вот к чему я подведу. Вот у нас пасьянство с вами, где и сошёлся. Вот эти битфинекс лонги, это кто такие? Это умные деньги панамских банков, панамского картеля, который управляет Тезер и биржи битфинекс. Это они набирают в лонг сейчас у вас, у тех, кто дураки дешевле им продаёт, чем купил. И потом они запампят снова цену, и вы снова начнёте скупать дороже, и они бы об вас разгрузятся. Вот и вся правда. Поэтому, ребята, тысячу дисклеймеров, они финансовый совет всем профитролей. С вами был Гринни, надеюсь, обзор был полезный. Всё то же самое, ничего не меняется. Биток держим, эфир держим, дэш держим, докупаем, что есть сил. Чё ты с ним дышом не скажешь? Кто с камеры? В общем, да. Всем, кто говорит, что Гринни с камер, вот, да, Гринни не с камер, Гринни с камерой. Теперь вещаю для вас, чтобы вы видели всю вот эту красоту сзади. Всем спасибо, все ссылки в описании, всем профитролей. И до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok